здравствуйте дорогие друзья меня зовут овчинникова алена я очень рада вас приветствовать на своем youtube канале сегодня мы вместе с вами нарисуем вот такой замечательный сюжет здесь мы видим с вами кремль пскова и перед нами раскрывается три башни участвует небольшой стены также мы с вами видим реку и небольшое схождение в линейную перспективу дорожек по которым могут прогуливаться гости города и здесь на важно будет с вами в первую очередь разобрать с точки зрения построения эту работу а что нам нужно здесь с вами отрисовать в первую очередь нам нужно понять где проходит линия горизонта для того чтобы правильно раскрыть все эллипсы также нам нужно будет понять насколько у нас будут эти эллипсы раскрываться чтобы правильно создать состояние в работе фокусное расстояние от зрителя до этих прекрасных башен ну и конечно с точки зрения акварели мы здесь тоже поиграем все у нас есть световой участок и на противоположном берегу мы видим что полностью вся архитектура у нас засвечено солнцем но с боковой стороны это часть стены которые ближе всего к нам она у нас полностью в тени это тоже сделает очень интересный композиционный акцент так как мы из тени по полоске света будем выходить и смотреть на дальние башни и именно они будут в этой работе у нас являться акцентом если мы посмотрим внимательно на этот сюжет то мы видим что здесь есть небольшое понижение рельефа мы с вами не будем сильно углубляться в построении так как вот именно построение рельефа так как здесь у нас все немножко ломаная так как нету четких геометрических линий которые сто процентов друг другу параллельны у нас есть вот эти вот две линии вместе с ограждением даже не с ограждением а с обрывом с правой стороны и мы видим что они у нас сходятся до примерно где-то вот в этой точке а вдалеке и примерно на этом уровне у нас и будет находиться линия глаз здесь вот в ближней к нам части есть совсем небольшое понижение рельефа но все-таки основная часть понижения рельефа находится в месте где стоят люди именно после вот этой световой полосы у нас достаточно быстро дорога начинает уходить вниз поэтому для того чтобы нам простроить этот сюжет мы с вами вот небольшим понижением рельефов совсем в ближний к нам зоне мы им пренебрежем мы сделаем все по законам линейной перспективы с учетом того что здесь как будто бы у нас вообще нету никакого понижения и только для дальней зоны мы нарисуем с вами понижение рельефа но и конечно когда мы будем делать это все на большом листе я буду подробно рассказывать про то где находятся точки схода как нужно это все простроить чтобы действительно плоскости у нас воспринимались в нужном положении чтобы если мы хотели нарисовать ее горизонтально плоскость она у нас получилось бы горизонтально если мы хотим ее наклонить вниз до сделать дорогу с понижением то тоже я объясню как это мы отрисовываем также смотря на башни мы видим что они у нас имеет форму от цилиндров даже не цилиндров а усеченных конусов так как мы видим что кверху башни еще имеет сужение это мы тоже с вами разберем как правильно их отрисовать смотря на линию глаз на линии горизонта да насколько сильно мы будем раскрывать эллипсы в какую сторону они должны будут раскрываться и это все мы с вами отработаем на карандашном рисунке я взяла достаточно большой формат и тоже вам советую не брать сильно а маленькие листы так как вам будет достаточно сложно разобраться со всеми деталями в построении но формата а4 вполне будет достаточно у меня лист 30 на 41 сантиметр вы можете взять формат а4 меньше уже наверное будет совсем дискомфортно а формат а3 а4 это прекрасный размер бумаги как раз для вот такого сюжета поэтому небольшую вступительную часть мы с вами сделали а теперь давайте приступим уже непосредственно к самой работе друзья давайте приступим к карандашному рисунку сейчас мы с вами будем отрисовывать все построения я буду внимательно рассказывать каждый свой этап поэтому если вы уверенно себя чувствуете в линейной перспективе в построении вы можете особо не смотреть на мой рисунок да и рисовать параллельно по фотореференс у просто слушая что я говорю если вы чувствуете что есть недопонимание в построениях в линейной перспективе в эллипсах то тогда я вам посоветовала сначала посмотреть этот участок а потом уже приступить к рисованию чтобы уже было больше понимания и когда вы будете рисовать уже свою работу обязательно смотрите на фотореференс да и смотрите и сравнивайте с точки зрения и построения и пропорции может быть вы захотите что-то немножко подвигать у нас нету задачи сделать с вами фотографию до чистую копию нашей работе мы можем отходить немножко вправо-влево можем менять пропорции можем двигать объекты поэтому здесь подойдите к этой задачи творчески и старайтесь не использовать линейку линейка сразу же во-первых не дает возможности вам более уверенно проводить линию самостоятельно так как мозг начинает лениться и меньше контролирует руку и линейка еще делает рисунок менее живой пускай лучше где-то линии немножко гуляет это будет выглядеть естественнее и интереснее нежели вы возьмете линейку да и все здания здесь вычертите в первую очередь мы смотрим на основные объемы и на час важно такими прикидочными линиями расположить все объекты в листе мы видим что у нас примерно на три части делится наш лист по высоте если мы смотрим на левую башню и точно также примерно на три части делится наша работа по ширине поэтому для начала мы себе намечаем да вот здесь может быть чуть чуть-чуть побольше можно оставить место я сейчас намечаю линию где у меня заканчивается кровля да и начинается уже завершение кровли вот в этом месте у нас проходит карниз назовем его так вот в этой зоне до где-то у нас начнется стена башни а пока просто намечаем мы еще будем все обязательно двигать поэтому я сейчас максимально легко нажимаю на карандаш до чтобы можно было спокойно до что-то подстирать подправлять то что если мы очень сильно нажмем на карандаш это он оставит жирный след и может еще и травмировать немного бумагу а здесь еще посмотрим а примерно где-то вот на этом уровне мы видим что у нас начинается уже противоположный берег дальняя башня сама стена а здесь какие-то деревья еще дальние деревья воду также отрисовываем а смотрите чтоб вам было удобно да может быть нужно что-то лишнее даже со стола убрать как моем случае и теперь то здесь у нас проходит башни освещенное солнышко по высоте досмотрим что у нас есть вот такой вот небольшой наклон да сейчас мы еще ничего не простраиваем с точки зрения линейной перспективы мы просто а сопоставляем объекты внутри композиции внутри фотографии для того чтобы примерно на схватить пропорции схватить это вот настроение фотографии здесь у нас тоже идет наклонная кровля и завершающая башенка и дальше смотрим до что у нас здесь идет берег реки а здесь надо чуть-чуть пониже здесь какие-то элементы и сейчас вот таким достаточно упрощенным методом а мы отрисовываем полностью всю работу почему я сейчас сразу же не приступила к вычерчиванию до к построению этих объемов именно по той причине что если мы где-то сейчас композиционно промахнулись а вот такую линию стереть намного проще и мы сейчас потратили на весь рисунок до буквально пару минут если же мы уже какой-то момент сильно с вами разбирал во первых мы потратим достаточно много времени мы уже сделаем много лишних линий которые когда мы будем стирать могут оставить след поэтому всегда неважно насколько у вас сложная работа стоит сделать таки небольшие прикидочные линии уже только после этого так переходить непосредственно к построению до к изучению натуры более глубоко я сейчас отрисовываю линии дороги чтобы они тоже у нас здесь появились да и в целом я вижу что примерно все у нас садится мне наверное хочется немножко приспустить эту башню для того чтобы было больше динамики то что я имею ввиду когда говорю про динамику каждый рисунок каждая работа воспринимается пятна следовательно если мы сделаем с вами интересное пятно эта работа будет больше притягивать внимание зрителя и если мы немножко растащим наши башни с точки зрения высоты сделаем здесь ощущение вот такого треугольника то композиционно такая форма будет выглядеть выигрыш не да поэтому я сейчас специально чуть-чуть эту башенку уменьшу да по крайней мере на своем листе мне кажется что это будет чуть более интересно и я здесь оставила достаточно много места я это подправлять не буду я это сделала специально чтобы у нас здесь не прилипало все к краю листа да и вот теперь когда мы смотрим на нашу работу и в целом понимаем что все детали которые мы хотели здесь с вами отрисовать у нас в работу попали мы можем уже начинать уточнять какие-то отдельные формы давайте начнем с башни которые у нас с левой стороны которые находятся в тени в первую очередь мы можем перепроверить с вами наклон башни да и если он нас уже устраивает обвести его чуть более такой уверенной плотной линии если мы посмотрим на камень до из которого собрана эта башня то мы видим что вся стена у нас немножко плавает и это как раз мы можем добиться с помощью живой линии если мы приведем эту линию по линейке то башня будет выглядеть очень искусственно да поэтому лучше даже пускай чуть-чуть эта линия у нас дребезжит линия глаз линия горизонта у нас с вами проходит а примерно по вот этой линии как я это определила в первую очередь у нас есть косвенные признаки мы видим с вами достаточно много поверхности воды и вода никогда не пересечет линию глаз линию горизонта так как вода у нас всегда находится ниже глаз зрителя так как зритель обычно все-таки стоит над водой да если у нас линия воды пересекла линию горизонта это значит что человек который сделал эту фотографию который смотрит на этот сюжет он находится под водой наследственно мы понимаем что это точно не так это невозможно в данном сюжете поэтому мы видим что у нас вдалеке есть небольшой участок воды и дальше есть небольшая зона зелени и вот именно где-то на уровне этой зелени у нас и находится линия глаз линия горизонта это косвенные признаки по которым можно найти линию глаз следовательно мы точно также можем с вами посмотреть да на вот этот дальний участок на фотографии и мы понимаем что выше этих деревьев тоже линия глаз не может быть иначе мы бы видели по достаточно много леса какие-то поля вдалеке и много еще подробностей которые у нас скрывают как раз вот эти деревья следовательно ниже этих деревьев тоже у нас линия глаз не может быть да она находится вот примерно где-то посередине ближе к нижней зоне если мы хотим более точно найти где находится линия горизонта для этого нам нужно найти две параллельные друг другу линии если мы посмотрим на башни так как они имеют округлую форму мы по ним не можем сориентироваться и в целом в этом сюжете у нас почти нету параллельных друг другу линий у нас есть ограждение вот в этой части и а пол который как раз скорее всего с большей вероятности эти линии параллельны друг другу за сильно мы можем взять либо их и продлить до места где они пересекутся и там тогда будет у нас от . сходой которая нам покажет где находится линия глаз линия горизонта и также у нас есть линии дороги и вот эти вот линия да у нас вот как раз примерно вот в этой точке да и соберутся следовательно мы будем с вами принимать за истину для этого сюжета что вот эти вот три линии они в жизни параллельно друг другу мы будем считать что здесь у них нету наклона вниз а если он и есть он настолько минимален что линия глаз у нас значительно не поменяется то если здесь перепад высоты буквально пару сантиметров на вот в этой зоне то точно до разницы по линии глаз по линии горизонта у нас не будет а мы видим что вдаль у нас конечно же дорога опускается вниз но вот в этой зоне которая ближе к нам есть ощущение до что до света у нас особого понижения рельефа нету и мы будем условно с вами считать что мы взяли эти линии как основу до для нахождения точки схода и для построения нашей работы нам это тоже нужно для того чтобы вот эти линии у нас правильно сошлись поэтому линия глаз у нас будет проходить где-то здесь и нам будущее когда вы будете рисовать любой городской сюжет особенно если это обычные здания то там очень просто найти две линии которые будут параллельны друг другу это могут быть а линии окна а у нас у окна всегда есть вверх и низ и вверх и низ окна это всегда параллельно друг другу линии если это да не какая-то сложная форма также у здания всегда есть карнизы есть конек кровли есть линии дороги проводов а если вы видите визуально что там нету изменения рельефа то все эти линии вам помогут найти место где они соединятся в единую точку эта точка называется точка схода именно на этой высоте где они пересекутся и будет проходить линия глаз зрителя немножко теории с вами далее теперь давайте а вот мы примерно здесь с вами давайте даже в башенке возьмем чтобы вот этот наклон у нас был чуть-чуть поинтересней а вот это здесь мы можем спокойно все эти моменты с вами двигать когда мы уже знаем теорию да и вот примерно вот так у нас пройдет вот эта линия на вот наша точка схода следовательно вот эта линия у нас а поребрика пройдет тоже вот сюда и дальше да нам нужно сделать вот эту линию здесь уже есть у нас небольшие повороты а и можно даже чуть-чуть поближе эту линию подвести а и сделать ее вот такой вот уже более плавный чтобы у нас считывался поворот прогулочной линии и вот здесь мы видим уже непосредственно место стыка с водой да и дальний берег в этой части у нас то есть еще одна дорожка которую мы с вами отрисовываем а и наверное все таки хочется здесь чуть чуть побольше пешеходной зоны и чуть поменьше зелени на главное смотрите чтобы у вас вот эта линия не пришла на середину листа да и можно даже искусственно с точки зрения композиции немножко увести эту линию подальше да вот в этой части мы видим что у нас там есть до заворот но все уходит в тень а поэтому мы условно здесь слегка себе намечаем как там проходит дорога как мы ее видим лучше фотографию даже не приближать до оставить это вот в таком немного недосказанном варианте мы это все погрузим с вами в тень дальше мы смотрим что здесь у нас основание башни не видно так как она спряталась у нас за небольшим до таким возвышением земли землю эту мы обязательно отрисовываем да я убираю все лишние карандашные построения здесь есть небольшая скамейка а йога я добавила но чуть-чуть бы отвела бы от края листа а вот мусорный бак уже можно и не отрисовывать а он здесь не несет особой нагрузки до интересной что иногда мусорный бак является за такой интересным опорной точкой в композиции создает вот именно наслоение шум города но здесь то в этом сюжете я не вижу в нем необходимости поэтому мы его отрисовывать не будем да но если вам хочется конечно можете сделать дальше мы видим с вами небольшой вход и по высоте обратите внимание на что вот примерно а вот такого размера вход в башню и примерно да вот с этого уровня а здесь у нас все посильнее даже собирается воедино а примерно здесь у нас начинается далее не берег а здесь у нас совсем такая небольшая кромка воды и вот эти вот все небольшие подсказки до помогают нам быстрее весь этот сюжет собрать а мы смотрим просто на параллельность объектов относительно друг друга нам можно немножко ближе поднести эту дверцу а там даже не дверца просто проход там можно рисовать людей можно и не добавлять я наверное рисовать их не буду чтобы нам они усложняют наш мастер-класс но посмотрим в конце да может быть силуэтом и их и отрисуем здесь у нас есть небольшое такое изменение формы проема да у нас вот эта точка должна быть чуть чуть повыше того с таким смещением а дальше чуть пониже да для того чтобы у нас создалось ощущение заворота башни но в целом можно рисовать а достаточно упрощенно просто округлый проем а и где здесь наверное хочется чуть покруче поднять вот этот берег назовем его так чтобы больше было зеленых масс в работе дальше мы смотрим да вот мы дошли с вами до верха и и здесь у нас с вами проходит эллипс и он раскрывается именно наверх и мы сейчас нарисовали место стыка с кровлей там можно провести ось кровли и дальше мы должны отрисовать с вами непосредственно сам свес и я специально отрисовала вам ось для того чтобы вот эти уголочки самые выступающие у нас были на одной примерно высоте и после того как мы сделали да здесь можно сдать еще одну линию дакут толщины чтобы это все у нас обрело форму и дальше мы смотрим что наклонная плоскость у нас начинается достаточно сильным запуском внутрь а можно опять же взять наклон на его перепроверить и вот мы видим что здесь у нас достаточно сильно мы отходим от края в нижней зоне на дальше смотрим что вот в этой части да они у нас примерно пересеклись и мы будем видеть с вами еще две грани дата грань которая смотрит на нас будет максимально широкая а вот эти две грани до немножко поджаты опять же можно лишние линии подстереть и теперь нам нужно сделать наслоение кроме я сразу же делаю двойную линию здесь линия пойдет у нас вниз до можно также перенести этот наклон до приложить к фотографии и здесь пойдет в обратную сторону да может быть даже чуть посильнее стоит наклон сделать так как мы уже достаточно хорошо отошли от линии глаз от линии горизонта эти все повороты будут чуть сильнее да может быть чуть чуть еще подправлю и оставим пока так дальше мы смотрим да на завершение нас здесь небольшой флаг на флюгель его отрисовываем и смотрим на что мы видим в самой башне здесь есть небольшое окно которое по длине по высоте вот чуть чуть ниже чем кровля и внутреннее пространство мы в целом его не видим к верху башни у нас всегда начинает терять толщину стены но в целом да скорее всего здесь полностью это все у нас уходит в плоскость стены потому что мы будем видеть достаточно толстый простенок но в любом случае на самая темная часть у нас будет около левой стороны дальше смотрим у нас есть примерно на вот уровне дать чуть выше чем вдалеке деревья начинается балкончик и балкон у нас сходится до где-то вдалеке в точку схода значит мы делаем небольшой наклон и верхняя линия должна иметь наклон чуть больше чем тот который мы отрисовали я бы наверное сейчас стерла вот эти линии которые нам немножко дробят форму и мы видим что здесь чуть чуть даже хочется приподнять этот верхний элемент на мы видим с вами толщину крыши например на вот досюда у нас доходит плоская часть и дальше мы видим с вами скат где-то вот в этой зоне у нас появляется первый столб и дальше мы видим еще деревянные балки здесь достаточно просто посмотреть на повнимательнее на то как это все собирается у нас есть с вами один столб до 1 стойка и под ним выходит небольшое бревно здесь все будет достаточно мелко а поэтому вам не нужно прорисовывать какие-то дополнительные элементы конструкции да как это все там между собой стыкуется соединяется мы делаем все в упрощенном виде а вот мы здесь чуть-чуть сдвинуть сторону рассмотрим что внутри мы видим еще одну стойку здесь мы видим линию ограждения а и тут у нас видно даже какой то есть небольшой заворот внутри проем темный и здесь башня на имеет еще небольшой уступ который тоже можно отрисовать на в целом вот этого нам построение достаточно можно сразу наметить себе кровлю и здесь обратите внимание на то что у нас вот эта линия по которой мы отрисовываем кровлю будет чуть более круто и постепенно она будет выпрямляться так как наверху а у них будет своя точка схода они точно так же будут собираться так как в линейной перспективе все параллельны друг другу плоскости которые от нас в какой-либо мере отдаляются по своей длине они будут всегда сходиться в одну точку я поэтому вот здесь мы можем сразу а вот этот момент себе память а я еще отрисовываю по цвету линию разделения что здесь у нас будет более светлая здесь более темная кровля и сверху тоже давайте сразу же дадим вторую линию для того чтобы а не забыть здесь сделать окантовку также по самой башенки можно да вот эти вот не совсем ровные кирпичики тоже отрисовать чтобы у нас больше было элементов по линии глаз они будут прямо эти а здесь они будут иметь уже более такой сильный наклон краю а вот это все можно тоже здесь слегка себе сразу наметит для каких-то фактур и деталей внутри этой башни дальше мы смотрим до вдалеке у нас есть с вами небольшие участки деревьев на здесь еще деревья и дальше мы видим рваный берег после этого мы видим с вами башню и здесь точно так же у нас есть выступ и здесь мы можем просто отрисовать прямоугольничком да уже не отрисовывая эллипсы стена имеет до небольшую дугообразную форму а ее кровля и кверху она к нам расширяется а сама башенка да она у нас намного больше чем то что мы здесь с вами видим ее ось симметрии уходит за пределы места стыка а здесь у нас еще вторая линия толщины да здесь есть небольшая криповка у фасада задвижение стены можем сразу же нарисовать рельеф здесь у нас дорожка прогулочная которая спряталась за еще одним холмом и теперь отрисовываем саму башню вдалеке опять же чуть-чуть подправляю вот у нас была стена потом мы сделали выступающую кровлю и вот эта линия да она идет со смещением внутрь а здесь даже может быть еще пошире да и чуть-чуть мне кажется папологий наклон должен быть а вот примерно как то вот так здесь опять же небольшой выступ там достаточно тоже сложная форма это мне кажется даже восьмигранная форма у башни но она у нас очень далеко поэтому мы смотрим только на западающие и выступающие части и отрисовываем их а я теперь уточняю форму чтобы не было лишних у нас линий здесь делим она небольшие грани там внутреннее пространство тоже у нас сужается дальше мы видим еще одну шляпку поднимаем ось симметрия отрисовываем завершение да и там еще небольшой флюгель и здесь рисуем сами скаты с этой стороны у нас дерево частично даже закрывает и мы его я думаю что сделаем более зеленым на то что эта фотография была сделана в раннюю раннюю весну а мы все-таки сделаем нас вами чуть более такое уже летнее состояние в работе здесь мы будем видеть небольшой участок еще одного заворота но я думаю что для нашего сюжета это не столь важно поэтому мы не будем вот здесь делать еще небольшой выступ дальше смотрим да на лестницу тоже можно и себе прям приблизить чтобы разобраться как она здесь простраивается на вот эту дорожку наверно даже чуть-чуть мы сдвинем чтобы больше походила на фото референс отрисовываем наклоны да у нас здесь чуть меньше получилось пространство поскольку мы башню сдвинули поэтому они чуть чуть посильнее слиплись у нас но это не страшно то здесь тоже это все у нас далеко поэтому рисуем достаточно условно здесь еще какие-то небольшие ступени и после этого у нас уже начинается камень да и все это пространство да мы уже видим более отчетливо здесь можно прям такие ступеньки отрисовать темные на также здесь будет небольшая лесенка с поручнем небольшой элемент что здесь раньше был переход от одной башни в другой на если я не ошибаюсь это вот оставшийся элемент конструкция хотя может быть и не было надо будет потом поизучать а тоже вот можете как раз а погрузиться в историю и почитать про архитектуру псковского кремля так смотрим да здесь у нас эти элементы мы отрисовали и переходим к последней нашей башни а здесь толщину башни отрисовываем осмотрим чтобы у нас примерно одинаковый был наклон справа и слева рисуем горизонтальную линию для того чтобы можно было простроить эллипсы да сначала рисуем эллипс место стыка и второй эллипс это уже непосредственно выступающая часть кровли на 10 есть ощущение что чуть-чуть поположе должно быть и здесь так тоже есть ощущение что я немножко не докрутила форму чтобы у нас раскрытие было поярче у этих элементов посмотрим здесь тоже у нас есть небольшой заступ внутрь находим ось симметрия убираем те линии которые могут нас сбивать например на вот этой высоте у нас с вами еще немного выступает форма и опять же здесь все у нас достаточно мелкая поэтому стараемся только сохранить на вот какую-то форму раскрытие всего этого да у нас она должна раскрываться чуть сильнее чем снизу но здесь у нас уже более угловатая форма и можем как раз вот эти вот желобки здесь с вами показать эти грани и верхняя зона да у нас тоже закрывается просто треугольничка также есть небольшой завершающий элемент да и рисуем а точно так же вот такой вот флажочек перед тем как приступать уже непосредственно к акварели да у нас в целом здесь все собралось нам осталось дорисовать окошки и после этого нужно будет обязательно привстать и посмотреть на свою работу сверху сейчас я для того чтобы отрисовать окна я прорисовываю вот такие вот эллипсы по башне чтобы понимать как у нас будут эти окошки заворачиваться по форме и отрисовываем вот мы сделали первый ряд второй ряд третий ряд окон они здесь совсем такие незначительные деликатные а потом у нас большая дверь темная рядом с этой дверью небольшое окно и тут они уже идут по одиночке да поэтому мы можем в целом уже дуги не отрисовывать и дуги а то вот у нас здесь проходит линия глаз можно отрисовать прямую линию и дуги можно не стирать они нам помогут сделать вот этот ритм небольшой который нам захочется здесь отрисовать какие-то небольшие движения для создания фактуры стены да поэтому вот эти линии мы сохраняем деревья у нас все появились опять же смотрим что можно еще на переднем плане сделать здесь у нас будет толщина а вот пешеходной пешеходного бордюра здесь тоже мы будем видеть небольшую толщину дальше все у нас уходит в тень здесь можно прямо такую нерву неровную линию специально дать чтобы имитировать камушки а здесь у нас травка тоже можно линию порисовать а здесь у нас линия воды также можно слегка себе наметить отражение на где будут проходить светлые и темные линии отражение у нас здесь будут почти чисто зеркальная с небольшой рябью ну и наверное на этом наш карандашный рисунок можно заканчивать можно немножко отрисовать вот этих вот наклонных линий а здесь они у нас в меньшем фокусе а вот этим да уже будут больше считываться то что здесь у нас будет все в тени опять же да проверяем все ли мы отрисовали а можно дать какие-то небольшие еще детальки вдалеке но в целом да я думаю что это уже не столь важно можно дать небольшие силуэты людей гуляющих да наверное здесь все таки одного человечка точно стоит отрисовать да они у нас будут сделаны силуэт на поэтому сильно с ними разбираться на не нужно и мне все таки кажется наверное что вот этого молодого человека можно еще уменьшить да то что у нас здесь не очень большой вход до мы видим что к входу нужно наклонить голову да но все таки может быть чуть-чуть ему стоит поджать и мне наверное хочется немножко здесь еще потоньше сделать проход воды вот в этой части да и тогда вот эта вся зона у нас чуть посильнее выровняться да здесь есть какие-то еще столбы со знаками тоже по идее можем их с вами поставить на почему и нет на противоположном берегу у нас тоже есть здесь знак ну и теперь да когда уже все основные детали мы отрисовали давайте пройдемся клячкой уберем лишний тон и будем приступать к акварели друзья давайте приступим к акварельной части я еще немножко ослабила где-то в карандаш клячкой проверьте чтобы нигде не было катышек и все линии построения дополнительные которые мы делали чтобы тоже они у нас здесь особенно на светлых участках работа не появлялись и давайте начнем с вами с неба для начала я возьму большую кисть флейц и хочу смочить небо чтобы у нас были максимально такие мягкие нежные заливки смачиваем полностью все небо аккуратно обходим световую часть наших башен да где-то можно даже не до самого конца доходить что мы потом уже непосредственно с вами цветом сделаем более ровный контур аккуратно без луж все замачиваем а там где у нас с вами более темные плоскости мы можем не обходить и спокойно закрывать водой так как небо у нас будет светлее а там где мы видим что небо у нас достаточно светлое точнее небо прошу прощения там где у нас либо башни до либо кровля более светлое там мы стараемся обходить еще раз пройдемся немножко развели лужицы чтобы вся поверхность была равномерно смочена и теперь я беру среднюю кисточку беру обязательно салфетки чтоб можно было воду в кисти контролировать даст я вижу на просвет сразу же где-то не совсем равномерно смоченные участки можно подправить и теперь я намешиваю светлый кобальт и кобальту немножко добавляю железноокисный красный можно добавить оранжи нас должен получиться такой сероватый оттенок и и мы отрисовывать сейчас будем облака я хочу немножко еще особенно вот по верхней части пройтись наверно вот этим вот краешком чтобы точно у нас здесь все легло мягко и теперь я аккуратно чуть-чуть побольше кобальта нужно получить прям такой сероватый оттенок это делается с помощью двух противоположных цветов в моем случае да я использую кобальт синий и железноокисную и по мягкому кладу сюда мазочки формируя облака а где-то здесь еще добавим сразу же намешиваем теперь кобальт синий и теперь наша задача а как раз сформировать эти облака а поэтому я аккуратно завожу кобальт прокрашиваю отдельные зоны а где у нас намечались серые облака там мы оставляем небо серым в этой части да у нас уже все уходит под власть голубого неба и книзу эти чуть-чуть даже поплотнее сразу же положим сюда пару мазочков да где-то здесь у нас просвечивает голубое небо и теперь мы аккуратно спускаемся вниз и чем ниже мы опускаемся тем цвет у нас должен слабеть и я возьму немножко ярко-голубой и сделаю небо к низу так чуть-чуть потеплее да и потом она следовательно у нас тоже будет слабей а то же самое делаем с этой стороны аккуратно обходим башни добавляем чуть-чуть ярко-голубой можно взять цирулиум например и и вдалеке более светлым тоном закрываем небо и деревья здесь я не обхожу их тоже мы все прокрываем обходим только башню то сейчас нам нужно подправить так смотрим где не очень ровно легла заливка и хочется сделать чуть более плотные где-то участки небо я намешиваю до более густо кобальт синий и сейчас да мы вторым слоем где-то немножко уплотняем небесные массы можно представить вот мне наверное вот здесь хочется еще немножко войти в эти облака я хочу еще сделать более плотные да наоборот более темные облака для этого мы берем кобальт вместе с железноокисный намешиваем погуще краску я убираю всю лишнюю воду и аккуратно на горизонте да у нас здесь появляются такие более плотные облачка и обратите внимание на что у меня кисточка максимально отжатая не у нас минимум воды за счет этого облака почти не расползаются на где-то здесь тоже можно опустить на более плотные массы что у нас облака могут быть разные да по плотности по освещенности можем какие-то прям полосы по небу сделать сейчас я уже на немножко фантазирую я смотрю на референс так как на опору которая позволяет увидеть чуть больше в натуре но уже и до самостоятельно что-то немножко дорабатывают чтобы мое небо имела какие-то свои особенности а вот здесь наверное вот эти моменты можно причесать есть вот такие вот верные кисти которыми можно разгладить заливку по мокрому вернуть нужное направление мазкам если она у вас сбилась на где-то здесь можно еще немножко с этими облачками поработать и в светлые облака тоже мы можем сделать чуть гуще пятна я намешиваю опять же густо краску и вот сюда да немного хочу с теневой стороны эти облака усилить всегда нужно несколько раз подумать сейчас меня достаточно плотно ложится краска она еще растечется конечно же поскольку я смачивала достаточно обильно лист да но возможно уже нужно приостановиться я сейчас еще чуть-чуть добираю более синего цвета на кисть убираем лишний тон и слегка да вот здесь вот еще с этими облаками сейчас я повожусь но опять же это уже больше украшательства да насколько действительно необходимо было сейчас в эти облака влезать это такой спорный вопрос да но как говорится мы сами вправе решать насколько усложнять себе жизнь что можно было оставить небо более легким я аккуратно расчесываю облака на где-то я сейчас чуть-чуть вымываю кисть отжимаю и вот такой вот влажной кисточкой слегка еще где-то смягчаю границу да но явно уже нужно остановиться потому что краска высыхает на наверно немножко можно еще поколдовать но буквально еще пару минут потому что я уже вижу что у меня скоро начнет выталкиваться пигмент от прикосновения кистью поэтому давайте остановим этот этап я высушиваю и встретимся уже до после того как заливка подсохнет небо у нас подсохло и теперь мы можем приступить к следующим этапам и наверное вторую часть которую я бы сделала чтобы уже лучше чувствовать контрастность в работе это башня которая у нас находится в тени но часть нее все-таки тоже на свету за счет этого здесь будет небольшое облегчение с точки зрения тона да но все-таки она у нас будет как раз показывать нужные контрасты для для того чтобы дальний план у нас засветился поэтому в первую очередь давайте начнем с кровли и здесь я вижу достаточно много таких светлых участков давайте сначала проложим свет и света здесь будет не очень много а у нас будет совсем по левые грани проходить а здесь совсем немного можно прям проложить небольшими пятнышками и по вот этой вот части мы тоже с вами увидим немного света все остальное у нас будет в тени и желобки мы тоже будем отрисовывать в тени поэтому давайте пока проложим все средние тона я беру кобальт синий на немножко его приглушая железноокисной и этим цветом до достаточно таким голубоватым мы отрисовываем с вами теневую плоскость кровли дать чуть-чуть поплотнее то она вижу что сейчас очень близко получилось к облакам а нам нужно тон сделать плотнее а вот теперь он больше подходит нам и и аккуратно здесь уже это не торопимся стараемся отрисовать форму крыши можно сразу ожидать вот эти вот полоса на которые мы с вами отрисовывали по этой грани можно немножко проложить до первые пятна с этой стороны да вот совсем совсем легонько и вот я чуть-чуть даже у меня дрогнула рука да поэтому сразу же подсобираем а и можно опять же вернуть даже немножко и неаполитанская туда чтобы вот эта зона до лучше у нас засветилась дальше давайте замешаем цвет для самой башни здесь у нас тоже будут кобальт железноокисная и еще мы будем добавлять с вами немного неаполитанской желтой как раз да для придания большей ажурности большего мерцания в наш камень вот в этой зоне мы видим у нас есть теплые светлые рефлексы и дальше все начинает уходить под власть тени а поэтому добавляем больше кобальта и железноокисной и можно сразу ждать мы намешали цвет и под выступающую часть кровли на тоже этот свет проложить чуть больше кобальта синего осмотрите чтобы размешивался пигмент чтобы не было вот таких вот хлопьев краски и в целом вот эти вот отверстия до которые мы с вами видим окна мы можем сразу же прокрывать вместе в один слой закрывать только потом поверх уже их отрисовывать но чтобы не потерять там можно оставлять их и не закрашенными и ближе к краю да опять же здесь у нас немножко мерцает теплый потом опять появляется холодный кобальт и совсем боковая часть у нас будет немножко рефлексировать потому что у нас все цилиндрические до сферические формы они имеют рефлексы при закруглении да поэтому здесь мы этот рефлекс усилия и у нас получается на с вами такая достаточно живописная заливка вот здесь чуть-чуть хочется сравнять влажность листа опять же берем немножко неаполитанской желтой и сюда этот цвет возвращаем ближе к низу тон у нас слегка светлеет да но он опять же остается достаточно плотный вот здесь можно сразу поплотнее немножко положить там где у нас фактурные на в такие вот отломанные участки вот эту всю часть чуть чуть больше неаполитанской желтый мы достаточно равномерно закрываем и сейчас при высыхании да эти все цвета начнут играть и как раз мы с вами увидим вот этот нужный контраст который мы добивались одно его мы увидим чуть чуть попозже когда уже у нас появятся остальные детали картины сейчас конечно же все это смотрится достаточно плотно а я хочу сразу же немножко вот эту всю часть затонировать давайте также сразу здесь немного размоем вниз чтобы когда мы начали рисовать зелень у нас здесь не было жесткая граница и я хочу сразу намешать более густо кобальт с железноокисной можно даже немного туда добавить индиго и вот этим плотным цветом мы полностью закрываем все что у нас под навесом надо у нас здесь есть светлые балочки и сейчас мы их с вами протрем но не просто кистью а сразу же с цветом я беру неаполитанскую желтую вместе с водой и смотрю да у меня вот здесь была стойка и за счет того что неаполитанская желтая более активная краска мы с вами как раз очень аккуратно вытащим свет но этот свет будет сразу же считываться в приглушенном состоянии нам не нужно будет второй раз это все тонировать можно сразу же себе наметить снизу стойки и и здесь нам нужно мягко между собой эти заливки соединить и теперь давайте немножко вот такими шершавыми мазочками добавим фактор на нашу работу сразу можно смешать индиго с железноокисной более густа более плотно прокрыть окошко и мы с вами уже обсудили да то что ближе к левой стороне должна быть более темная а дальше а мы водой до размываем цвет так как здесь у нас будет уже падать отраженный свет хочется сразу же сделать и теневую плоскость выступающей кровли я сначала прокладываю теплый рефлекс так как эта поверхность будет отражать все что находится внизу и поэтому теплому рефлексу а намешиваем плотный цвет вот эту всю часть закрываем и вот таким достаточно широким движением мы увозим все это в тени можно сделать такой эффект не очень ровного края добавляя такую волну по темной части и пока да давайте здесь тоже остановимся с темным я теперь вытираю кисть и вот здесь возвращаю свет рефлекс на светлую зону теперь более серым оттенком да чуть-чуть давайте даже побольше голубого кобальта добавим я к нашей луже просто добавляю кобальт синий и отрисовываем у нас вот здесь с вами теневая плоскость да но она именно с небольшим приглушением а рядом мы видим более темную часть кровли а поэтому примешиваем чуть больше железно окисные кобальту и вот эту часть да уже делаем более контрастно более насыщенно здесь можно пару движений тоже более темных дать и теперь вот верхнюю часть также мы подчеркиваем а для того чтобы и эта зона у нас считалось теперь я тоненькой кисточкой здесь добавляю по световой части тоже немножко желобков да можно это сделать несколько холодным цветом несколько теплым чтобы у нас вот эта вся зона тоже замерцала и и хочется сразу же уже отделить внутреннее все пространство там я уже вторым слоем более внимательно обхожу как раз те светлые участки которые мы с вами наметили можно это было бы сделать за раз но скорее всего глубины тона не хватило бы а когда мы делаем с вами методом лессировок во первых можно добиться более густого замеса а более густого восприятия этого цвета более плотного а у меня как будто бы немножко некорректно ведет себя бумага я вижу как ложится она пятнами мне это не очень нравится похоже если честно на брак но я думаю что это не помешает завершить работу потому что обычно немножко иначе ложатся заливки но это как раз еще одна возможность до поэкспериментировать поработать с разными свойствами бумаги а то что пример здесь у нас где-то прямо-то наложиться такими вкраплениями да как будто бы плохая проклейка но посмотрим что получится в итоге давайте здесь тоже аккуратно подводим снизу у нас с вами идут бревна а это же нам достаточно поставить просто небольшие пятнышки и подчеркнуть теневую плоскость теперь я еще более плотным и сухим мазочком добавляю фактуру на кровлю и теперь а вот здесь вот мы с вами отрисовывали камень неровный а я беру те же самые цвета что есть на палитре ничего нового не добавляю и смотрим на форму этого рисунка делаем мазки по форме и стараемся нашу башню сделать чуть более фактурный чуть более интересный особенно если у вас тоже краска да как и у меня бегло не очень ровно а можно сразу же уплотнить учим нить отдельные на какие-то небольшие фрагменты так главное не забывая про то что у нас вся башня должна закручиваться а чуть-чуть добавим индиго и неаполитанскую желтую и таким немножко проглушенным зеленоватым оттенком добавим еще снизу фактур и здесь уже можно просто порисовать отдельных линий я хочу немножко добавить объема в ограждение и сейчас я подчеркиваю а где у меня какой брус проходит проходит он сверху или проходит он снизу а мы с помощью тонирование можем немножко по разбивать этот ритм то у нас вот здесь вот эти все стойки выходят вперед а поэтому мы с левой стороны каждую стойку можем обвести а снизу мы можем подчеркнуть здесь тени под ограждением хотя это сейчас смотрю что там они по моему все идут сверху а поэтому давайте вот здесь вернем свет снизу их подчеркивать не будем но я думаю что пока на этом давайте здесь тоже с вами остановимся можно перейти к верхней зоне но я боюсь что здесь пока еще сыровато мы испачкаем поэтому давайте отрисуем дверь проход внутрь башни небольшой рисунок вокруг можем добавить и давайте перейдем как раз к противоположной стороне здесь стоит начать с дальнего плана и нам уже конечно понадобится зеленые оттенки поэтому для начала я беру оливковую с небольшим приглушением через кобальт и железноокислую и достаточно легким цветом закрываем дальний план пускай у нас просвечивает даже где-то немножко небо нам нужно сделать очень легкую заливку на для того чтобы эта вся зона у нас приглушилась теперь чуть-чуть поплотнее берем оливковую и рисуем уже деревья те которые к нам чуть ближе аккуратно обходим башню и я отрисовываю на сразу же какую-то форму более поинтереснее и к низу уплотняю цвет с помощью кобальта и индиго и дальше опять берем чуть светлее можно даже взять еще какой-нибудь более открытый зеленый у меня есть травяная зеленая вот можно использовать ее а сначала с приглушением через оливковую а вот этот большой скал он уже можно будет сделать полностью ей но давайте сначала сделаем дальнюю башенку вверх башни то уже здесь чуть-чуть у нас подсыхает заливка мы берем сначала немного неаполитанской желтой закрываем со световой стороны а теперь до намешиваем кобальт вместе с железно-окисной получаем серый оттенок и этим сероватым оттенком до закрываем теневую часть башня и все элементы которые у нас здесь горизонтальные они тоже здесь у нас более темными рисуются на поэтому можем сразу же их и уплотнить и сверху а там тоже небольшой флажок оставим маленькое пятнышко и этого нам будет достаточно теперь опять намешиваем немножко неаполитанской желтой закрываем световую часть все стены а вот эту зону заливаем верхнюю часть давайте тоже сразу же сделаем серым потом добавим уже разделение более темная пока высохнет давайте подождем и как раз в этот момент можно сделать дальний берег я беру ярко зеленую и ей заливаю всю вот эту вот часть а где-то ее примешиваем с оливковой чтобы у нас цвет немножко менялся на где-то был более светлый где-то имел более плотный тон опять берем чисто зеленую и аккуратно здесь у нас были с вами голову людей людей мы обходим хоть они у нас будут и более темные а все равно здесь нужно им будет оставить небольшой орел света и зеленый цвет он очень въедливый поэтому лучше не будем прокрывать полностью и здесь аккуратно закрываем весь этот участок у меня закрылся знак но я думаю что то если захотим мы сможем его всегда вернуть обрисовываем здесь контур на лесенку отрисуем уже поверх уплотни потом здесь тон поэтому пока все закрываем зеленью и вот в этой части у нас начинаются камни камни тоже у нас более светлые на поэтому я беру немножко приглушенную неаполитанскую желтую и закрываем все камни на переднем плане теперь смешиваем коболит железноокисный осмотрим что у нас здесь есть такие прям серые массы и сразу по мокрому эти все участки заливаем а также серым давайте сразу же прокроем вот эту лестницу да можно где-то на ней немножко оставлять света мерцающего да и вот эта вот вся часть у нас уходит в тень с этой стороны у нас опять же с вами небольшой зеленый участок и мы сейчас делаем с вами какую-то как подмалевок да вот в этой зоне чтобы потом уже поверх расставить необходимые контрасты дал здесь можно немножко подальше протянуть этот свет и давайте сделаем зелень на дальнем плане а вот это вот дерево да и здесь можно сразу же тоже немножко уплотнить заливку и к низу можно прямо взять уже почти чистый индиго к зеленому и увести все на плотную плотную тень и чуть-чуть давайте все-таки добавим железноокисный чтобы уйти от излишнего витамина зеленого такого зеленочного цвета на какие-то сюда пару ударчиков здесь можно тоже поставить пару пятен да вот темных которые мы видим также здесь уже сразу можно проложить их а тем более цвет у нас уже есть мы видим здесь вот какие-то неровности и сразу пока у нас здесь все еще не до высохла на можем с этими местами поработать потому что здесь как раз на вот это вот приглушение нам пойдет на руку а я вот еще ставлю небольшие ударчики вдалеке поставила пару силуэтов людей а просто точечками и теперь давайте немножко разбавим этот цвет по тону добавим чуть больше кобальта что у меня получился более коричневатый замес и отрисовываем тень под кровлей теневую плоскость а место стыка тоже можно слегка подчеркнуть эти кобальт вместе с железноокисный а еще немножко ударчиков поставим там у нас есть пару окошек на тоже более плотные где-то контрасты можно немножко фактур вдалеке добавить и давайте сразу же сделаем тоже дальние деревья чуть их приглушим а вот такими протираниями добавляем здесь дерево да такие легкие легкие облачка и здесь можно в них где-то немножко влить другой краски чтобы они у нас замерцали и нам нужно слегка протонировать дорогу тоже неаполитанской желтый так чтобы вот эта зона хоть и сияла у нас на солнышке но не так отрешенно от всей остальной работы теперь давайте прокроем нашу основную башню для верхней части то тоже берем сначала с вами немного неаполитанской желтой и здесь слегка у меня затекло небо я поэтому сразу же кистью на вот здесь чуть-чуть протираю чтобы эта граница слегка сравнялась и дальше берем опять же с вами кобальт синий вместе с железноокисный красный получаем сероватый оттенок надо чуть-чуть мне здесь помочь место и вот эту всю часть а мы с вами тонируем она сразу же считывается форма да мы видим что она у нас закругляется сразу же более темным давайте проложим вот эти элементы и вот эту часть а я чуть-чуть подразмываю чтобы граница была помягче давайте пока здесь подсыхает сделаем с вами основную башню то можно взять уже и кисть побольше а опять же с этой стороны у нас свет поэтому берем неаполитанскую желтую аккуратно тонируем башню а с теневой стороны так то же самое делаем замес кобальта с железноокисный и чуть-чуть это все глушим через неаполитанскую чтобы цвет был чуть более кремовый и аккуратно отрисовываем форму чуть-чуть можно уплотнить не доходя до края и в нижней части да здесь у нас была световая плоскость вернем берем неаполитанскую желтую и чуть-чуть возвращаем теперь давайте более густо смешаем индиго вместе железноокисный нам нужно получить опять же на такой сероватый оттенок и теперь мы отрисовываем верхнюю всю часть главное смотрите чтобы оставались небольшие не прокраса чтобы было мерцание внутри да вот эти все внутренние элементы нам так подробно разрисовывать здесь не нужно она все равно основные грани хочется показать вот здесь получилось у меня очень темная полоска и и подразмываю следующую часть нарисуем вот здесь опять же оставляя небольшие не просветы не прокраса концентрируясь поэтому могу немножко заговариваться на вот здесь тоже получилось если ярко где-то на сразу же подразумеваете она всегда в руках должна быть чистая салфетка чтобы вот как раз излишки краски там можно было бы легко снять а следующий участок который нам нужно прокрыть это вот эта зона а здесь тоже следим за формой и теперь я намешиваю чуть-чуть послабее то и быстрым движением отрисовываю здесь форму тени падающую от выступающего кровельного элемента чтобы у нас здесь было вот это закругление теперь давайте отрисуем эти желобки до полу сухой кистью она нам сразу же дает фактуру необходимую а вот эту часть еще уплотняем и давайте отрисуем вот этот шов также по башне можно уже дать окошке а если еще сыровато то подождите они у нас не растекались индика с железноокисный 2 окошко здесь рисуйте их деликатно но достаточно контрастно и хорошо что у нас сейчас еще немножко влажная заливка что не у нас растекается а вот на свету уже у меня не течет я ее эту заливку самостоятельно немножко под тушу вла а вот здесь чуть-чуть под большим наклоном будет окно а вот это тоже подправляю и и так же можно взять немножко неаполитанской грязные на кисть и попробовать быстрыми вот такими движениями порисовать фактуры особенно по световой зоне а более теплым здесь мы делаем это замесом а в нижней части мы уже возвращаемся в другую сторону делаем заворот из теневой стороны давайте чуть поплотнее возьмем потемнее цвет и здесь тоже добавим фактуру обратите внимание на форму мазков что переходя за линию горизонта опускаясь ниже здесь у нас мазочки идут с провалом вниз по эллипсу а сверху мы их рисуем наоборот на немножко задираясь наверх а сейчас еще немножко добавим сразу же давайте уплотним тень по вот этому элементу отдельные теневые плоскости здесь рисуем чтобы вот эта вся часть а у нас ушла вглубь опять же приставайте досмотрите на свою работу теперь хочется чуть-чуть что фактуру добавить и на дальнюю стенку а вот буквально пару мазочков и давайте наверное пока здесь тоже остановимся да может быть чуть-чуть размыть пятна по цвету а если где-то видите что плотновато получилось и теперь нам нужно сделать воду и передний план я предлагаю начать с воды для воды мы возьмем с вами кобальт синий и немножко ярко-голубой это те цвета которые мы использовали для неба так как вода это всегда у нас отражение небосвода вдалеке у нас вода совсем-совсем легкая по тону а можно даже оставить это небольшие непрокрасы ближе к нам а тон воды постепенно начинает набирать силу а людей не обходим весь у закрываем да и мы хотели с вами отрисовать еще и отражение а поэтому здесь доводим до края отражение берем с вами сразу неаполитанскую желтую приглушаем ее с помощью а нашего замесов клана смотрите чтобы не пошла зеленая у нас краска и вот таким тепловатым оттенка прокладываем сюда с вами отражение по воде опять же берем кобальт синий закрываем воду с другой стороны и здесь у нас еще будет сейчас теневая часть которая тоже отражается на всю воду закрыли и теперь набираем достаточно густо краску индиго железноокисный добавляем туда кобальт и отрисовываем темную ряд по воде самая темная часть это у нас вот с этого краешка на где мы видим с вами отражение башни но она точно так же да еще и в разные стороны у нас расходится на это ряд теневая а где-то можно взять более голубые участки добавить и вот так он достаточно легко сейчас смотрю что немножко у меня сместилась там здесь у меня должна была быть самая темная зона можем взять немножко неаполитанской и вернуть этот свет да но в целом отражение у нас всегда имеет немного хаотичное расположение если есть ряд поэтому в целом вот еще пару каких-то движений воды можем добавить более темных сполохов да опять же приставайте смотрите и давайте с водой тоже остановимся а только вот посмотрите чтобы везде были аккуратные завершения где вам это необходимо и теперь делаем ближний к нам план да и у нас останется только верхняя зона здесь у нас проходит дорога там и я набираю неаполитанскую желтую и вот эту всю часть мы закрываем теплым светом то что на него падает много солнечных лучей так есть у нас грязная поэтому как раз неаполитанская желтая аккуратно приглушается где-то можно добавить немножко и железноокисной неаполитанской желтый и делаем движение больших таких горизонтальных плоскостях и давайте сразу увидел вниз там у нас все будет в тени но под основу можно сделать и цветом дороги здесь вот эти все тротуар чеки тоже сразу с вами закрываем разглаживаем заливку я думаю что вам это не потребуется у меня до либо это перепутанно было мною сторона либо все-таки бракованный лист второй вариант больше похож на правду что сторону я не могла по идее перепутать она у меня бумага совершенно иначе себя ведет не так как она должна а поэтому мне нужно следить за тем как высыхает заливка да а так в целом эти пятнышки сразу должны ложиться достаточно аккуратно теперь а мы прокладываем с вами зеленые массы и где-то у нас остается земля а поэтому также берем неаполитанскую желтую вместе с железноокисной ставим пятна опять берем зелень что здесь по краям опять у нас выходит все в зелень так под разглаживаем из самого края эти примешаем ко всему этому кобальт синий с небольшим добавлением железноокисной а здесь у нас как раз камушки их вот такими мазочками мы с вами здесь проложим я сразу же корректирую свою зелень на добавляю сюда немножко движения также давайте вот эту часть закроем здесь зона меньше да поэтому в целом и работы с ней тоже должно намного меньше здесь нет наверное все таки хочется поскольку бумагой так здесь колдует до немножко побрызгать еще водой и дать буквально пару минут вот этой всей части самостоятельно по остывать да и порисовать какие-то узорчики и можно взять немножко кобальта так и кобальтом тоже сюда слегка побрызгать поэтому сейчас я вот это место оставляю и через пять минут к вам возвращаюсь так у меня здесь чуть-чуть подсохла давайте сделаем нижнюю травку здесь наверное уже можно взять и чистую зеленую йог наверное и в эту часть тоже можно было бы более открыто добавить но как говорится на уже не добавили здесь сейчас важно сделать аккуратный край интересный и сразу можно уплотнить какие-то отдельные участки что здесь все это будет в тени а поэтому цвет он здесь сейчас вторичен а вот эта часть у нас уже на свету здесь как раз будет такой мягкий переход я бы взяла немножко более плотного цвета до добавить сюда небольших полос чтобы показать а вот этот рисунок травы то что здесь есть небольшой на такой скат вниз и теперь давайте намешаем достаточно плотно кобальт вместе с железноокисный и индиго даже побольше индиго и теперь да я смотрю где у меня теневые плоскости внизу и формирую сейчас и рисунок края на особенности где-то у меня не очень ровно до либо какие-то непрокрасы остались это все мы сейчас закрываем тонируем пряча и какие-то отдельные небольшие еще пятнышки здесь у меня уже тон частично с кисточки снялся а поэтому можно как раз немножко еще уплотнить добавить вот в эту часть так более такого красноватого оттенка да и какие-то небольшие еще полосы здесь тоже можно добавить и по краям да я где-то еще немножко уплотняю чтобы еще лучше вот этот рельеф вот этот загиб у нас здесь считался здесь можно прям полностью все это погрузить в тень наверное пока здесь да вот с этой частью останавливаемся теперь я аккуратно прорисовываю вот этот поребрик тоже отрисовывая до его край также давайте чуть больше добавим кобальта синего от рисуем с другой стороны так получилось темновато можно сразу слегка под собрать и у нас с вами еще одна зеленая зона не закрытая давайте намешаем два зеленых которые мы с вами использовали здесь скамеечку наверное все таки лучше обойти чтоб она у нас не получилось тоже зеленый внутреннее пространство скамейки тоже обязательно закрываем зеленым а вот эту всю часть проложили давайте теперь возьмем маленькую кисть нам нужно будет потом сделать большую тень но перед этим нам нужно здесь отрисовать тоже поребрик а я как раз лучше это сделать по мокрому чтобы он мягко втекал а можем сразу же с вами протонировать скамейку а световые зоны сделаем потом а теневые в целом да сейчас уже хорошо собрались давайте возьмем чуть более бледный серый добавим него чуть больше кобальта проложим вот эти вот поребрички и добавим на них какой-то рисунок этого почти не видно на референсе но такая графика поможет этой зоне собраться здесь случайно задела рукой подправляю на то что нам чуть-чуть здесь не хватает деталек а можно где-то вот эти вот тени здесь на траву вытащить полусухой кистью на сделать небольшие неровности на думаю что с этой частью мы еще поработать успеем и теперь наша задача опять же на взять большую кисть и и проложить тень а мы берем с вами за основу кобальт синий вместе с железноокисной и аккуратно да можно начать даже немножко зайдя на башню мы вот эту всю зону уводим в тень то оставляя небольшой полос до небольшую полоску здесь света сейчас вижу что то она как будто бы не хватает а либо можно еще подождать чтоб подсохла посильнее проложить вторым слоем они вас сразу же не дожидаясь высыхания уплотняем и я беру теперь маленькую кисть для того чтобы оформить вот это вот место соприкосновения с башней да нам нужно уплотнить обязательно праву проем а что вот это все у нас ушло в тень добавить несколько ударчиков так не хочется еще немножко и здесь уплотнение добавить и теперь на давайте опять же с вами высушим работу чтобы уже доделать финальные моменты я немножко подсушила работу и как раз пока здесь до конца подсыхает давайте до завершим кровлю нашей башни используем те же самые серые кобальт железноокисная очень легко аккуратно давайте начнем с самого верха отрисуем флаг а где-то можно чуть-чуть уплотнить то на отдельных детальках и теперь эти подправим форму немножко в этой пике я слегка облегчают тон и прохожусь на пошлом также смотрим на вот эти элементы а здесь почти вертикально идут желобки отрисовываю место границы от перегиба вот этой плоскости чуть-чуть побольше синего здесь у нас они уже идут под наклоном да и мы их уже чуть меньше разбираем потому что они здесь у нас поджимаются на чуть-чуть добавляем мерцание и в целом оставляем и со второй стороны на здесь тоже слегка добавляем убираем излишне то а здесь я по краешку такой дребезжащий линии прохожу чтобы сделать небольшое движение кровли а здесь тоже чуть-чуть добавляем пятнышек и теперь хочется да во всех местах где мы можем на какие-то детали доработать усилить нам мы должны это сделать на проставить финальные контрасты детали давайте возьмем немножко неаполитанской желтой вместе с железноокисной и индиго на получен такую тепло коричневый достаточно плотный цвет и теперь а я вот поставил пару мазочков и верхнюю часть вот этих всех стоек я слегка тонирую да для того чтобы они у нас ушли в такую полутень штане все-таки у нас до под навесом точно так же до хочется немножко и здесь добавить еще какого-то дополнительного мерцания дополнительной глубины и вниз давайте добавим еще сухих мазков на более плотных более глубоких чтобы вот эта вся часть то у нас до собралась смотрим на траву а здесь тоже можно добавить можно давай даже немножко зеленоватого в этот замес добавить немножко линий до направляющих помочь собрать зрительно а вот эту часть земли то что в тенях у нас все равно на частично мы будем видеть разницу в то не давайте скамейку сделаем тоже чуть более контрастно а вот эти вот бордюр чеки с заворотом уходящим в перспективу здесь тоже на вот эту форму до соберем как и по нижней части то тоже можно сразу же немножко здесь еще каких-то акцентов добавить на переднем плане до обязательно еще нужно эти тоже чуть более зеленым вот здесь на небольшие вставки еще сделать можно привод на мешать зеленоватый цвет на кисть и небольшие зоны тут еще или протонировать или добавить сухих мазочков чтобы вот эти все все места у нас стали чуть более разнообразны по касаниям по цвету и теперь более темно да у нас как раз здесь мокрая заливка мы немножко уточняем вот эти вот камни а здесь они как раз у нас все закрыты в сетку и мы сейчас да вот такими движениями слегка эту сетку показываю опять же какие-то более темные мазочки нам нужны для того чтобы зрительно были здесь акценты зацепы и последнее что нам нужно здесь точно с вами сделать это немножко разнообразить передний план а у нас здесь а можно слегка показать какие-то линии по дороге по дороге подать немножко шероховатых мазочков опять же лучше привставать смотреть а я где-то вот по этим же пятнышком сразу же ставлю и темные детали чтобы у нас на постепенно постепенно эта вся часть заработала здесь можно сделать какие-то быстрые мазочки более коричневатые а здесь уже сами посмотрите на свою работу да как можно разнообразить передний план так можно сделать небольшие полосы что особенно отдаляясь перспективу то все поверхности на они сразу же начинают мерцать поэтому наверное здесь я уже остановилась а можно добавить немного темных брызг и у нас остались силуэты людей да я их специально сначала рисую достаточно легко до единым тоном и теперь нам можно немножко подсушить можно сразу же поверх я смешивала индиго железноокисный максимально густо да и уплотняем цвет и тон да на наших людях буквально небольших вот таких касаний а уже достаточно так как и здесь тоже можно чуть-чуть еще добавить до каких-то фактурностей еще каких-то небольших деталей чтобы все постепенно постепенно у нас до собиралась я сейчас обратила внимание что у меня еще здесь не нарисован флажок флажок да и теперь каждому важно посмотреть именно на свою работу да понять каких небольших акцентов деталей не хватает именно на его сюжете а я вот уже прям полностью встала давайте поставим вместе автограф высушим работу и подведем итог друзья давайте подведем итог что у нас с вами получилось здесь мы отрисовали достаточно объемный полноценный сюжет в котором мы порисовали дальний план ближний план получили строить цилиндрические формы получились строить разные фактуры и я уверена что вы получили удовольствие от процесса и у каждого получилась замечательная работа сейчас мы с вами рисовали в таком да ускоренном формате когда я старалась рассказывать каждый свой шаг но конечно подготовительные работы мы с вами почти не делали так как это у нас формат бесплатного мастер-класса если вы хотите действительно погрузиться в изучение и линейные перспективы и композиции цветовых акцентов я с большим удовольствием приглашаю вас свою школу овчинникова скул в моей школе вы найдете большое количество разных мастер-классов курсов также у нас есть клуб художников в котором шаг за шагом разбирается каждый этап мы подробно изучаем схемы построения отрисовываем упражнения необходимую теорию мы закрепляем сначала на небольших фрагментах и потом уже создаем большие работы так что всех приглашаю в школу я уверена что вы получите массу новых знаний после каждого урока ну а на этом наше видео давайте завершать еще раз всех приглашаю ко мне на обучение я уверена что если вы получили сейчас удовольствие от создания этой работы то обучаясь уже в полноценной программе вы действительно увидите очень большой скачок и рос вперед так что желаю вам творческих успехов буду очень рада увидеть ваши работы так что до новых встреч подписывайтесь на канал следите за новостями если встретимся с вами уже в следующих уроках пока 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 пока